Ну что ж, вот и закончился год, и мне хотелось бы, прежде чем я поздравлю всех своих подписчиков, подвести небольшие итоги своего пребывания на YouTube. Я посмотрел свою личную статистику и, честно говоря, немножко уделился. 5 января 2017 года я открыл этот блог, собственно говоря, без всяких особенных целей. Мне хотелось просто поучаствовать во всем этом, пообщаться с людьми, может быть, с кем-то познакомиться, обсудить какие-то темы. А в результате получилось 39 тысяч подписчиков, почти что 40, 362 ролика. Даже не представляю, как это я умудрился их всех сделать. Иногда что-то происходило, мне хотелось, чтобы это осталось на просторах интернета, или зачитать какую-нибудь статью, поделиться своим личным мнением. И вот результат. Это для тех, кто сомневается в том, что чего-то можно добиться с нуля. Я никому никогда не платил за рекламу, никого не просил меня рекламировать, и вообще не прибегал ни к каким трюкам. Единственное, что я делал, это старался хотя бы один раз в день делать по ролику, иногда по два, если выдавалось время. И самое главное, что нужно знать, чем бы вы ни занимались, это получать удовольствие от того, что вы делаете. Я познакомился действительно с интереснейшими людьми, прочитал очень много интересного мнения, и в любом случае я не пожалел, что этот год я провел вместе с вами. Я надеюсь, что мы встретимся еще в 2018 году, нам будет что обсудить, и будет интересно вместе. Надеюсь, углубить все темы, которые я начал, надеюсь на новые знакомства, новые впечатления, а то, что событий будет очень много, я не сомневаюсь. С праздником вас! Мне с вами было интересно. Как говорил первый в мире космонавт перед своим историческим полетом, то, о чем так долго говорили большевики, меньшевики и те, кто не определились, свершилось. 11 июня 2017 года действительно войдет в историю современной Украины, как своеобразный день свободы. Да, да, именно свободы, ведь свобода передвижения – это и есть начало украинского пути к цивилизованному и демократическому миру. Есть у безвиза начало, нет у безвиза конца, сказал президент Порошенко со сцены на Европейской площади. Что ж, будем надеяться, что это действительно окажутся пророческие слова, а европейским партнерам никогда не придется пожалеть о предоставлении гражданам Украины право стать частью общего европейского пространства. Какова вероятность, что 27-летний колхозник Михаил Калашников с семью классами образования, который работал в непосредственной близости с 63-летним прославленным немецким конструктором, оружейным делмастером в четвертом поколении? Вероятность того, что этот автомат создал именно в этом 47-м году Миша Калашников, очень близко равна нулю. Вероятность того, что все это было создано этим самым конструкторским бюро, которое под дулами автоматов работало для того, чтобы спасти свои семьи, очень близко приближается к 100. Да, в Европе вообще уже в толк не возьмут, что это за явление такое и кто ее слепил, и из чего, и зачем. Но эту героиню уже не остановить. Она думает, что вокруг вполне себе дебилы, которые продолжают ее считать светочем мысли и борцом с режимом. Вот и несет пургу, изобличает, так сказать, врагов народа. Причем, как по писанному, слово в слово, как на телеканале «Россия». А еще только политическая аферистка может публично рассуждать о международной политике, ничего в ней не понимая. Без образования и знания. В смысле, без малейшего знания. И в отсутствии хоть каких-нибудь намеков на образование. Окружение Путина – это сотни средненьких Путиных. Российский народ в целом – это миллионы маленьких Путиных. Шило на мыло может поменяться. Передел власти между сегловиками вполне возможен. Еще пару десятков генералов и чиновников помрут от инфаркта. И все останется по-прежнему. И ни в одной стране мира ни один работодатель не станет утруждаться оформлением тракториста-иммигранта, потому что в любой стране достаточно трактористов, продавцов, офис, менеджеров, санитаров, нянечек в детском саду, наборщиков, текста, парикмахеров, поваров, фрезеровщиков. Ах, как же вы ошибаетесь. И нет у Ивана такой суммы денег, которая позволила бы ему инвестировать в экономику выбранной страны в обмен на получение ПМЖ. У него же всего 12 тысяч в месяц. Не нужно упоминать, что он не крупный деятель науки или искусства. Какие остаются у Ивана варианты? Мирных граждан Алеппо бомбят, вероятно, инопланетяне. Наши войска бомбят исключительно исламских террористов. Русские – это самая древняя нация на Земле. Русский язык лежит в основе всех языков в мире. Путин – посланник Божий. В России самый высокий уровень жизни. Не верите? Посмотрите в телевизор. Так вот, Ксения Анатольевна, своим участием в этих выборах вы полностью испортили свою репутацию. И восстановить ее вам больше не удастся. Ни в моих глазах, ни в глазах людей, которые еще до этого момента думали, что вас можно хоть за что-то уважать. Итак, прощайте, Ксения Анатольевна, эта страница перевернута и больше к ней возвращаться лично я не буду. Мужик на самом деле серьезно считает, что несчастные животные повредили это грандиозное сооружение. Вот его слова. Оказалось, неправильно работает защита от птиц. Есть такая известная птица – поклан, которая… Это невозможно. Которая своим мощным клювом разрушает цельность светоотражающей пленки. Необходим полноценный проект защиты от птиц по аналогии с аэропортами. На этой теме оттоптались все, кто могли. В умах идеалистов. Он был легким поветрием, колыханием в этом спертом воздухе несвободы. Люди, которые искренне желали для России цивилизованного пути развития, где государство ориентировано на человека, где существуют свободы совести, мысли, выбора, распространения информации – все эти люди подвергались астракизму, изгнаниям и репрессиям. Они были обречены на провал. Невозможно было достучаться до архаичного, погрязшего в темноте и грязи общества, из которого веками православная церковь вместе с правителями вытряхивала все человеческое. Возвращаясь к определению этого слова и тем, кто пишет мне комментарии о родине, я хочу сказать, да, господа, вы знаете, я знаю, что такое родина. Я знаю, что это обозначает. Это слово обозначает то место, где находится твой дом, там, где находится твоя семья. И еще это обозначает место обилия плодов. Так вот, мой дом сейчас в Германии, больше 20 лет. Здесь же находится моя семья. И я могу с уверенностью сказать, что это место изобилия плодов. Когда рождается новый человек, родина говорит «Здравствуй, я рада, что ты родился. Я готова тебя принять и готова заботиться о тебе, чтобы у тебя не было даже мысли о том, что я тебе не родная». Все кругом поруша перед образами изливаем душу пьяными слезами выросших без нянек. Нам свой кнут дороже, чем заморский пряник. Мы в гробу видали ихние конфетки и будем жить и далее в клетке, как предки. Нам все перемены, как седло корови. Грязи по колено, да по пояс крови. Вообще, конечно, история забавная. Ты смотришь телевизор, по телевизору Крым наш. Путин всех переиграл, Америка вот-вот сдохнет в агонии. А у тебя напротив квартиры стоит сталактит из говна. Рубль скоро станет резервной валютой. Искандеры опять смеются. Весь мир опять уважает Россию. Пиндосы прыгают за борт от одного упоминания российских имперско-космических сил. А у тебя напротив квартиры сталактит из говна. Ты смотришь в телевизор, где тебе рассказывают, что ты встал с колен. Встаешь с колен, идешь в подъезд, а на тебя смотрит сталактит из говна. Даже если в стране будет полное падение экономики, гиперинфляция, не будет хватать питания, закроются все основные предприятия. Даже в этом случае еще далеко до революции. Так что, Вячеслав Мальцев, развлекайте публику. Вы уже переплюнули Жириновского, который обещал каждой бабе по мужику, каждому мужику по бутылке водки. Вы пообещали квартиры в Москве. Такие сообщения не проходят просто так. А когда вас и ваших артподготовцев по всей стране повяжут и подавят, всему миру покажет ваше заявление о том, что вы хотели освободить Москву от москвичей и заселить ее гражданами со всей необъятной России. Первое место в мире по величине убыли населения. Первое место в мире по количеству абортов. Первое место в мире по числу сирот, брошенных детей и детей, оставшихся без попечения родителей. Вот такая вот духовность. Первое место в мире по числу пациентов с заболеванием психики. Собственно говоря, после этих цифр я почему-то не удивляюсь на комментарии, которые получаю от дорогих россиян. Первое место в мире по употреблению героина. Первое место в мире по числу полицейских на душу населения. Надо, чтобы думающие люди в России и во всем мире поняли, путинизм это фашизм. Со временем, когда режим падет и люди наконец-то дадут оценку тому, что происходит сейчас, будем надеяться, что и эта тройка ответит за свои злодеяния. Не забывайте эти имена. Александр Проханов, Михаил Леонсев, Максим Шевченко. Так вот, как мы видим, в России тюрьма лишь копирует само общество. И в обществе негласно существуют касты. Но самое грустное, и я бы сказал страшное, будь я житель России, это правило, из высшей касты опуститься можно, но вот подняться наверх нет никакой возможности. Тюремные касты не предусматривают ни единого варианта поменять одну касту на другую. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Вот и думайте, у вас еще есть сомнения, что вы живете в тюрьме строгого режима? А в общем-то, грустно девушке, плохо, ведь даже не то, что в Москве мэр дурак. Хуже всего то, что его абсолютно некому остановить. Редактор субтитров А.Семкин